Здравствуйте! Это новости на Дону, в студии Лидия Романченко. Смотрите выпуски. Крупнейший молочный комплекс заложен. Линия бумажных пакетов запущена. Рабочая поездка Василия Голубева в Сальский район. Штрафы увеличить, лицензии лишать. В необходимости ужесточить ответственные за продажу наркосодержащих препаратов без рецепта убеждают рейды по аптекам. Захар Акрушка возвращается на Малую Родину не пропавшим без вести. С рядовым погибшим в 43-м на Малой Земле попрощались в Ростове. Помимо классической дистанции еще 2,6 и 18 километров. Донской марафон впервые обижал отреставрированный грибной канал. Анна Сейм, звезда тура Лиги чемпионов, также из ростовчанок отмечены вратарь Песоа и новичок Маслова. Для зрителей от рождения до 6 лет итальянские режиссеры внедряют в ростовском молодежном Бэби-театр. Дорожный рабочий погиб сегодня утром после наезда автомобиля. ДТП случилось на южном въезде в Ростов. 28-летний водитель грузовой машины Джак наехал на двух дорожных рабочих. Один из них погиб, второй с травмами доставлен в больницу. В аварии пострадали грузовая газель и легковушка. Въезд и выезд из Ростова встали в пробке. Баскетболу нужно уделять больше внимания и вывести областную команду на высший уровень. Такую задачу поставил сегодня губернатор Министерства спорта на расширенном заседании правительства. Также речь шла о развитии кинематографа и культурном марафоне длиной в полтора года. Начинается расширенное заседание правительства докладом министра спорта. Самвел Аракелян рассказывает, с начала года в физкультурно-спортивных мероприятиях приняли участие 700 тысяч человек. Самая массовая – спартаке Додона. Но после общего доклада звучит вопрос о конкретном виде спорта. Сегодня баскетболисты очень нуждаются в помощи Министерства спорта. Я имею в виду мужской баскетбол. Сегодня очень много энтузиастов. 20 баскетбольных клубов, которые на собственном энтузиазме проводят Ростовскую баскетбольную линию. Министр на вопрос ответил, но по мнению губернатора недостаточно полно. Последние годы мы с вами очевидно этому виду спорта уделяли внимание недостаточно. Поэтому давайте-ка не будем сейчас друг другу рассказывать. Можно много рассказать о том, что мы что-то делаем, проводим соревнования школьные, другие лиги и так далее. Правительство области в лице Министерства должно очевидно повернуться в сторону и этого вида спорта. Донской баскетбол должен активно развиваться и быть представлен на соревнованиях высшего уровня. Такова задача губернатора. Следующий докладчик – министр культуры. В этом году областным театрам выделено более 360 миллионов рублей. Отремонтировали в этом году фасад театра Горького за счет федеральных средств. Начат капитальный ремонт музыкального театра, которому, напомню, в 2019 году исполняется 20 лет. И в течение трех лет по поручению губернатора на ремонт театра будет выделено порядка 600 миллионов рублей. Губернатор отметил, да, театрам внимание уделяется, а про кинематограф иногда незаслуженно забывают. Сегодня обеспеченность кинозалами в области очень низкая. Ею надо заниматься конкретнее и результативнее. И здесь радоваться особо нечему. Но сегодня для понимания, лишь каждая пятая территория имеет возможность посмотреть кино у себя на территории города, ну, муниципального района, я бы сказал. Также глава региона дал поручение подготовить до 1 декабря проект Донского культурного марафона. Он начнется с новым 2019 годом и продлится почти полтора года, до дня 70-летия Победы. Состоять марафон будет из трех этапов муниципального, межмуниципального и регионального. И завершится большим гала-концептом. Вот сюда нужно включить абсолютно все творческие коллективы Ростовской области. От уровня поселений до уровня региона. Подумайте, как это будет. Народные коллективы, другие какие-то. Поставив большие задачи, Василий Голубев попросил не расслабляться до конца года. Правительству предстоит еще очень и очень много работы. Иван Полекин, Руслан Хамчев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Первый камень, фундамент крупнейшего молочного комплекса на юге страны заложен в Сальском районе. А на предприятии Сегежская упаковка запущена новая линия производства экологичных бумажных пакетов. В этих значимых событиях принял участие губернатор во время рабочей поездки в район. Первые пакеты сходят с новой производственной линией в руки почетным гостям. Вместо брендов на экологичной продукции – автографы губернатора и президента компании Сегежа Групп. Они дают старт дополнительному направлению завода бумажной упаковки. Здорово, что сегодня здесь, на Сальской земле, в Ростовской области, мы получаем развитие нового предприятия. Уверен, что в ближайшее время жители Ростовской области в наших торговых точках, магазинах увидят вот эту красивую, прочную, между прочим, не уступающую целлофановым пакетам продукцию. В 2016-м здесь начали выпускать бумажные мешки. 90 миллионов штук в год. А теперь в деле новая линия мощностью 2 миллиона бумажных пакетов и сумок в месяц. На этом инвестор не остановится. В планах установка дополнительных производственных машин. А это и новые рабочие места. Благоприятный климат для инвестиций. И работать нам здесь приятно и комфортно. И мы видим этот завод, как будущий хаб по производству экологической бумажной упаковки. Не только для Ростовской области, но для всей России. И даже где-то на экспорт мешки отсюда мы будем отправлять. Сальский район намерен снабжать страну и молоком. Здесь закладывают первый камень молочного комплекса. Крупнейшего на юге России. Рассчитан на 3100 фуражных коров. При общем поголовье в 7 тысяч. Планируемые надои 35 тысяч тонн в год. Эта отрасль на самом деле для нас очень важна. Ее развитие в регионе имеет принципиальное значение. Ну и мы должны в конце концов уйти от стабильного 1 миллиона 100 тысяч тонн в год. Хотя мы находимся на пятом месте в Российской Федерации. Нужно делать заметные шаги и в производстве, и в переработке. Проект входит в губернаторскую сотню и поддерживается правительством. Инвестиции в строительство составят почти 2 миллиарда рублей. Запустить комплекс рассчитывают в 2022 году. Трудиться здесь будут около 200 человек. Следующий передел это все-таки переработка молока. И выход бренда, скажем, произведен в Ростове-на-Дону или там на Дону и так далее. Сделано на Дону. Сделано на Дону, да. Сделано на Дону. И в голове мы имеем, конечно, мы думаем об этом еще и обсчитываем. Может быть мы потом приступим к сайту второй фермы. Вот, может быть, она будет ближе к Ростову-на-Дону. Побывал Василий Голубев и на предприятии по производству зерновых. Пообщался с рабочими и пригласил их на матч футбольного Ростова. А также провел в Сальске личный прием граждан. Попросила материальную помощь на приобретение коров. Потому что у нас семья молодая, но многодетная. И просто хочется как в сельской местности хозяйство свое развить. Решено заключить с семьей соцконтракт и деньги на покупку коровы предоставить. Виктория Щетинина, Виталий Ступаков, Дон-24, Сальский район. Ответственность за продажу сильнодействующих лекарств без рецепта нужно ужесточать. С такой инициативой выступают депутаты областного ЗАГС-брадия. И необходимость срочно принимать меры подтверждается контрольными рейдами. Они показывают, что наркосодержащие препараты в аптеках продают всем желающим. Рейд по аптекам похож на захватывающий детектив. Сначала контрольная закупка в похожей на дворец аптеке «Лендворецкая» на депутатской. После того, как глазные капли удается приобрести без рецепта, специалисты Комитета ЗАГС-собрания по молодежной политике и общественники вызывают полицию. По словам активистов, купить сильнодействующие препараты можно практически в любой региональной аптеке. Без ограничений и по завышенной цене. Только федеральные сети отпускают лекарства по рецептам. Купленные лекарства принимаются, не отходя от кассы. Об этом говорит множество пустых упаковок. Заметив камеры, фармацевты отказываются прояснять ситуацию и прячутся в подсобке. Можно я комментарий оставлю? Я же имею право? Конечно. Поэтому я без комментариев оставлю и разберусь, что здесь происходит. А вы кто? Сделать изображение. Отвестова отразумевает. Пока ждем полицейских, поток клиентов не останавливается. О спросе на сильнодействующие препараты говорит и свежая поставка товара. Здравствуйте, поставьте. К сожалению, максимальный штраф, который грозит этой аптеке, если протокол будет составлен в отношении юридического лица, это 30 тысяч рублей. Максимальный штраф фармацевту это полторы тысячи рублей. То есть, уйдя отсюда, ставив штраф, они имеют право продолжать заниматься ровно тем, чем они занимаются. Поэтому депутаты Донского парламента обратились с инициативой к Южно-Российской парламентской ассоциации ужесточить ответственность за продажу сильнодействующих лекарств без рецепта. Штраф фармацевту должен быть не полторы тысячи рублей, а минимум 50 тысяч рублей, как продавцу, который продает алкоголь несовершеннолетнему. Естественно, аптеку должны штрафовать не на 30 тысяч рублей, а минимум на 500 тысяч рублей, как это происходит в отношении магазина, который продает алкоголь несовершеннолетнему. А за грубые нарушения необходимо отзывать лицензию у аптеки, а для фармацевтов установить уголовную ответственность и запрет занимать должность в течение трех лет. Мария Филинкова, Екатерина Лободина, Сергей Вишняков, Дон-24, Ростов-на-Дону. 200 килограммов красной икры из России в Украину не ушли. Делеконтестную контрабанду пограничники Донского управления ФСБ пресекли в Чертковском районе. На окраине райцентра наряд задержал местного жителя, который перегружал из автомобиля к границе мешки и коробки. В них и была икра в больших пластиковых ведрах и заводских металлических баночках. По предварительной оценке 200 килограммов продукта стоят около 600 тысяч рублей. Нарушителю режима государственной границы грозит штраф до 30 тысяч рублей и конфискация товара. Боец Великой Отечественной Захар Акрушко уроженец Кошарского района в списках пропавших без вести больше не значится. Его останки поисковики нашли в августе этого года на Малой земле под Новороссийском. Определить имя помогла записка в солдатском медальоне. И вот сегодня солдатам простились в Ростове перед захоронением на Малой родине. Прошло столько лет, а все сверяются солдатские списки Великой Отечественной. Любовь Василейко, внучка Захара Акрушко, рассказывает, как случайно из выпуска новостей семья узнала, что ее разыскивают поисковики. Это нас загрязнуло так, знаете, вот такие эмоции, столько слез радости было. И, ну, как бы горечь немножко была, что так поздно, что бабушка, вот она же его всю жизнь ждала. Это было, ну, счастливое такое, вот моменты в нашей жизни, которые, наверное, навсегда в жизни останутся, вот навсегда. У Захара Романовича в гимнастерке находился медальон бойца НКВД, специфический медальон. Вот, и когда его раскрыли, в нем был вкладыш с зеленой полосой, где было написано. Самое дорогое, самое главное, что есть у солдата – это его имя, откуда он призывался, то есть вот его малая родина и фамилия мамы, фамилия жены. Захар Акрушка был призван на фронт из Кашарского района. Служил в 33-м мотострелковом полку НКВД. Из бойцов этого полка формировались боевые группы десанта Цезаря Куникова. В бою на Малой Земле в апреле 43-го рядовой Акрушка погиб. И вот сейчас он возвращается на малую родину. Последний путь солдата-чекиста проводили в Ростове. Родственники Миллерово настояли, чтобы Миллеров был возле его сына на новом кладбище. Вот, поэтому там уже готовятся, там тоже будут нас встречать военные. Вот мы поедем сегодня туда, но завтра в 10 часов утра на кладбище будет захоронение. У Вечного Огня отданы воинские почести рядовому Акрушка. А сколько еще семей ждут вестей с того далекого фронта. И поисковики продолжают работать над тем, чтобы проследить до последнего вздоха путь каждого солдата. Галина Велоусова, Сергей Вишняков, Дон-24, Ростов-на-Дону. Смотрите дальше в выпуске. Помимо классической дистанции еще 2,6 и 18 километров. Донской марафон впервые обижал отреставрированный грибной канал. Анна-7, звезда тура Лиги чемпионов. Также из ростовчанок отмечены вратарь Писоа и новичок Маслова. Для зрителей от рождения до 6 лет итальянский режиссер внедряет в Ростовском молодежном Бэби-театр. Четкость шага и слаженность всех действий в строю. Только так можно выиграть губернаторский смотр кадетских корпусов. 500 кадет из лучших казачьих учебных заведений страной прошли по главной площади Новочеркасска. Открывают парад барабанщицы Белокалитвинского кадетского корпуса. А вообще этот парадный строй очень разнообразен. И по возрасту, и по месту проживания. Юноши и девушки из Волгоградской, Астраханской и Ростовской областей, а также из Калмыкии. Азиатские гости, кстати, после марша показали древний калмыкский танец батыра. Но главным здесь, конечно, были не развлечения. Парад – дело серьезное, тем более, что самым лучшим и слаженным коллективом полагались специальные призы и переходящие кубки. Пока судьи определяют лидеров, свои умения показывает рота почетного караула. Действительно, это становится масштабнее, интереснее. И очевидно, внимание жителей города, гостей. Новочеркалька сегодня очень заметно. Этому, конечно, способствует и погода тоже. Но надо иметь в виду, что казачество по участию в жизни региона, участию в жизни муниципальных образований, оно очень заметно. Победителями среди кадетских корпусов стали хозяева. Донской императора Александра Третьего казачий кадетский корпус, а сальский казачий кадетский профессиональный лицеист стал лучшим среди лицеев и техникумов. У нас в казачьих обществах и механизаторы, и ветеринары, и врачи, и люди разных профессий. Но, тем не менее, они любят Дон, Отечество, казачество. И вот свободное время они отдают тому, что они служат государству. Победители губернаторского смотра получили вымпелы и кубки. Награды эти переходящие, и в следующем году лучшим казакам нужно будет подтверждать право оставить их у себя или передать новым победителям. Мария Филинкова, Иван Палехин, Виталий Ступаков, Дон-24, Новочеркасск. 6, 3 по 6 и классические 42 километра 195 метров. Из таких дистанций могли выбирать пять сотен любителей бега на Донском марафоне. Его провели на Ростовском гребном впервые после реконструкции. Длина асфальтированного круга по периметру гребного канала 6 километров. Именно поэтому первая, не самая изнурительная дистанция – 6 тысяч метров. Мне кажется, я не спешил. Я вряд ли займу какое-то призовое место. Но придет смс-ка радостная. Примерно настолько радостная, как смс-ка зарплатит. Но только придет с результатом. К каким же я все-таки прибежал. Помимо сообщения на телефон с итоговым местом в забеге, все участники, добежавшие до финиша, получили эксклюзивного дизайна медали. В том числе преодолевший 6 километров министр спорта. После реконструкции такая уникальная появилась возможность по кругу бегать. Не было кругового пробега. Сейчас сделали круговой пробег как раз 6 километров дистанция. Великолепно. Вы видите погоду как на заказ. Никогда не поздно начать бегать. В правдивости этого утверждения мы убедились в очередной раз при знакомстве с 55-летним ростовским суперстайром. Я стал готовиться к Кубку России, который проходил 18-19 августа в Москве. И тоже считаю, что успешно выступил. Пробежал за 24 часа 208 километров 319 метров. То есть доволен тоже результатом. На основании этого результата я получил первый разряд. Первый разряд 55 лет. И это при том, что бегать Александр Смирнов начал только в 52 года. Встретили мы и еще одного ультрамарафонца уже из шахт, чемпионку Европы в беге на 100 километров Ирину Антропову, которая возвращается на любимые супердлинные дистанции после рождения дочки Матрены. Неделю назад марафон в Кустовоцке пробежала. Вчера был марафон в Белой Калитве. До этого были еще старты. Уже год активно бегаем, готовимся. Бегунам, которым 6 километров мало, а 42 много, организаторы дали возможность посоревноваться на дистанции 18 километров. На три круга по грибному каналу у лучших уходит час небольшим. Иногда без отрыва от телефона. Конечно, марафонская дистанция очень сложная, но у участников забега есть определенный плюс перед зрителями. Время летит более незаметно. Хорошо, хорошо, хорошо. Всего-то 3 часа и 26 с половиной минут понадобилось Ирине Антроповой, чтобы первой преодолеть классические 42 километра 195 метров. А у мужчин за 2 часа и почти 52 минуты первым справился с дистанцией Виталий Лапицкий. Лев Клинов, Николай Андреянов, Дон-24, Ростов-на-Дону. Анна Сень в тройке звезд Тура Лиги Чемпионов. Левая полусредняя Ростов-Дона провела чудо-матч с французским Брестом, забросив 10 из 29 голов команды. Анна забила даже воздушку, но ни ее, ни полет Анны Вяхеревой среди лучших голов эксперты ЕГФ не отметили. На 5-е место в топ-5 попал мощный бросок игрока Бреста в ворота Анны Сидойкиной. А вот лучший гол Тура тоже воздушка, но в исполнении гонболисток норвежского клуба «Вайперс». Зато у нас в пятерке спасений сейф Маисы Песоа после выхода 1 на 1. А Валерия Маслова названа новичком Тура на ее счету в матче с Брестом два заброшенных мяча. 13 заброшенных шайб, булиты, плюшевый дождь и полные трибуны. Таким получился на АЭС-арене благотворительный хоккейный матч добра. Любители с профессионалами «Атаман» и «Ростов» за результатом не гнались и играли в свое удовольствие и на пользу детям, оставшимся без мамы. Да давай! Кирилл Олегович, прокомментируйте, пожалуйста, первый период. Андрей Владимирович, ну, сами видите, игра довольно-таки энергичная, напряженная. Ну, сейчас выйдем, будем бороться дальше. Вот что значит матч вне формата. В перерыве хоккеисты не разбирают ошибки, а свободно разгуливают по коридорам и общаются с болельщиками. Мы благодарны хоккейному клубу «Атаман», что они развили такую идею. Нашему руководству, что они это поддержали. На благо детей мы только за их. Очень рады, что помогаем детям. Рады, что столько болельщиков на трибунах. Благотворительный матч для детей инициировал игрок любительского клуба «Атаман». Предложил капитану, тот президенту Ростова и руководителю фонда «Я без мамы». От идеи до игры прошло всего две недели. Это зрелищно. Я думаю, всем это нравится. Поэтому, я думаю, мы должны более чаще делать такие мероприятия. Это, наверное, и душу греет людей, и настраивает на такие хорошие, добрые дела. Среди зрителей и подопечные фонда. Дети с ограничениями здоровья, сироты, оставшиеся без попечения родителей. Для многих поход на хоккей первый и явно в радость. Впечатления матча очень хорошие. Весело, атмосфера такая жесткая. Думал, никогда здесь такого не будет. Ну вот, выдался случай. Былась мечта? В руках болельщиков игрушки хоккеисты устроили юным гостям сюрприз. А деньги от продажи билетов пойдут на другую миссию для нянечек, которые ухаживают за детьми. Это персонал, который прошел обучение, стажировку и выходит на работу постоянно. Нам важно, чтобы это были обученные люди, так как дети, если мы говорим про обычные больницы, попадают в тяжелом стрессе после разлуки с родителями. Матч закончился, естественно, в пользу Ростова 8-5. Но результат здесь никому и не важен. В финале булиты чисто для зрелища. А после – обещанный плюшевый дождь, фото и автограф сессии. Автор идеи Денис Шаповалов подытоживает. Матч добра подарил улыбки всем собравшимся. Мечта сбылась и у хоккеистов. Я так кайфанул. Сыграть с профессионалами – это действительно мечта каждого. У любого хоккеиста здесь спросите, у любителя. Он ответит то же самое. Я вот каждого хотел бы поблагодарить за то, что они сегодня здесь, делают добрые дела для детей, которые действительно в этом нуждаются. Марина Черных, Тагир Фатахов, Дон-24, Ростов-на-Дону. 16 листов бумаги, 3 дня интенсивной подготовки и эскиз спектакля для самых маленьких зрителей готов. Необычный эксперимент поставили итальянский режиссер театра «Ля Барака» Андреа Будзетти и актеры ростовского молодежного. Пластичный, абстрактный, 10-минутный спектакль предназначен для детей от рождения до 6 лет. Будзетти уже много лет исследует детскую психологию, и этот опыт помогает находить контакт со зрителями-малышами и дает возможность погрузиться в окружающий мир ребенка. Думаю, всем нам, актерам, хотя бы раз в жизни надо обязательно попробовать работать для самых-самых маленьких детей, потому что это невероятно обогащает. Нужно помнить, что дети не выбирают – это мы, родители, приводим их в театр и делаем за них этот выбор, а значит, должны им помочь вступить в диалог с театром. Итальянский режиссер уверяет, главный рецепт общения с детьми – забыть театральную грамоту, быть простым, открытым и честным. Юные зрители приняли спектакль на «Ура», и скоро «Бэби-театр» появится в репертуаре Ростовскому молодежного театра. На сегодня у меня все. Еще больше новостей на сайте don24.ru. В студии была Лидия Романченко. До свидания. Одежда ведущим предоставлена магазином женской одежды премиум-класса «Лусио». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова